В читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры открылась книжно-иллюстративная выставка «Уникальный мир музыки Скрябина». В истории русской культуры личность и творчество Александра Скрябина уникальны. Все его творчество, стоящее особняком в музыкальной культуре, не имело ни прямых предшественников, ни продолжателей. Скрябин еще в 1910 году придумал соединение музыки со световыми эффектами и написал знаменитую поэму «Огня», которая объединил хор, орган, симфонический оркестр, фортепиано и специальную клавиатуру для световых эффектов. Музыка Скрябина очень самобытна. Композитора привлекали образы, связанные с огнем. В названиях его сочинений нередко упоминается огонь, пламя, свет. В творчестве композитора этапную роль играет жанр поэмы. Выступая как новатор, он впервые вводит этот жанр в фортепианную музыку. На нашей выставке трагическая поэма, пламени, поэма экстаза, прометей, поэма огня, божественная поэма. Кроме того, нотные сборники, кромпластинки, аудиозаписи представляют все многообразие музыки Скрябина. Вальсы, прелюдии, фантазии, сонаты. Он активно работал, создавая симфонии, связанные со вкусами и запахами, осязательными и зрительными образами. Скрябин был уникальным пианистом-исполнителем, объехавшим с концертами практически весь мир. И никто не сумел повторить его загадочных приемов. Музыка Скрябина остается загадочной и непостижимой до сего дня. Он считал, что пишет не мелодии, а заклинания звуком. И, конечно же, уникальное место Скрябина в русской и мировой истории музыки определяется прежде всего тем, что он рассматривал собственное творчество не как цель и результат, а как средство достижения гораздо более крупной вселенской задачи.